Этнографическая станица Атамань, которая давно уже стала настоящей туристической меккой нашего богатого на интересные места края, торжественно встретила свой юбилейный 10 сезон. Открытие сезона всем наверняка запомнится еще и потому, что одновременно совсем рядом произошло историческое событие – открытие автомобильной части Крымского моста, где был президент России Владимир Путин. Гости Атамани со всей Кубани наблюдали за торжеством в прямом эфире. Подробности смотрите в материале Андрея Вишневского. Гости Атамани никогда не остаются разочарованными после посещения этого удивительного этнографического музея под открытым небом. Даже те, кто бывал здесь неоднократно, с большим интересом обнаруживают что-то новое и получают удовольствие от уже знакомого, но от того не менее привлекательного. Десятки самых разнообразных куреней гостеприимно распахнули свои двери, в их числе и подворье Славянского района, которое славится своим хлебосольством и весельем. В хате посетители могут познакомиться с предметами народного быта, подобранными с большим вкусом. На свежепобеленной печке жарятся аппетитные пирожки, а на площадке куреня выступают лучшие артисты – Анастасиевский хоровой ансамбль и Народный мужской ансамбль самородок. Освятил рассвет дорогу на чужую сторону, бережет коза тревогу за любимую страну. Да, ты прости меня, родная, про тебя нет берегу, где утром я ждать не знаю, пусть у голову слажут. Артисты пели настолько задорно, что их не только слушали с удовольствием, но и вскоре пустились в пляс. Наш курень самый лучший в нашем городке Атамань. Отличная организация, молодцы девочки, напекли очень вкусные пирожки. Этнографический комплекс представляет для любознательного человека настоящий кладезь сведений о жизни и быти на Кубани в прошлом. Например, в гладильне можно увидеть десятки утюгов. Есть здесь и старинные металлические, и декоративные фигуры из ткани и фанеры. Нагревали угли, насыпали в утюг, там специальная такая крышечка открывается, засыпается все это туда и гладили. Конечно, они очень тяжелые по сравнению с нынешними современными утюгами, сейчас и паровые, но раньше вот так вот. Это очень хорошее изобретение. В харчевне чайной вас ожидают прекрасный чай из кубанских трав, домашнее варенье и ароматный мед. А какие здесь замечательные самовары! Центр дома, центр застолья, самовар, естественно. Множество именно принадлежностей самоварных, ну какие-то даже уникальные. За самоварами просиживали часами, именно, ну совсем не обязательно спиртное, чаи, были множество рецептов народных. Все с нетерпением ожидали главного действа – открытия сезона. Были подняты флаги муниципальных образований Краснодарского края. Также состоялись выборы и церемония посвящения атамана. Прошла презентация фестивалей нового сезона. У зрителей просто глаза разбегались от красочности и разнообразия представления и быстроты сменяющих друг друга картинок. Все это здесь, на нашей Атамане! Добро пожаловать на фестивали! Затем настало время действия на главной сцене. Амфитеатр, расположенный под открытым небом, заполнился зрителями. Среди них немало строителей уникального Крымского моста, который будет открыт с минуты на минуту. Все видят на огромных экранах президента России в Центре управления производством моста. Если авария, то программа способна не только тут же сообщить диспетчеру о ситуации, но и предложить несколько вариантов решения. К примеру, перекрыть одну из полос, перевести движение на другую полосу, поднять или понизить скорость потока. Ну и принятое диспетчером решение тут же выводится на информационное табло Камаза. Владимир Путин открывает автомобильное движение по Крымскому мосту. Он едет по нему за рулем Камаза во главе колонны из трех десятков грузовиков. И сразу огромный амфитеатр Атамани взрывается аплодисментами, и в небо устремляются многие тысячи воздушных шаров – красных, синих и белых. Потрясающий момент! Вон и полетели в пейс наши шары-треколоры, которые раскрасили небо. Свет треколора нашей страны, России, потому что открылся проезд через Крымский мост. Добрый путь написано на табло Крымского моста. Это значит, что путь открыт в России! Самые лучшие творческие коллективы края, в том числе кубанский казачий хор, порадовали собравшихся своим несравненным искусством. Хлеб и подснежники, вечно тихящая жизнь! Это наш край, наш край, это Россия! Лёвок и слава, лёвок раздор, олку главы и приколор, Великой жизни, ветра, спеки и сей шаг! На самой лучшей из всех планет, народ покучит и президент, Твоя числа, твоя Россия, моя душа! Замечательное действие продолжилось. Настроение у всех атаманцев, а так можно назвать жителей сказочного комплекса, было невероятным. Ещё бы! На их глазах воистину творилась история. Сбылась многовековая русская мечта. Берега Кубани и Крыма соединил красавец мост. Чувство гордости испытываешь за свою страну, за то, что мы смогли такое сооружение построить. Одно из... самый длинный мост в Европе. Вот. Чувство гордости прежде всего. И радость. Радость, что наконец-то это совершилось. Гордость в первую очередь за то, что вы сделали этот мост, соединили два берега, наконец-то. Может, поедем отдыхать. На самом деле очень приятно, потому что я это даже смогу рассказывать своим детям, племянникам. Ну, честно говоря, меня даже берёт гордость в том, что я приехала сюда. Это такое историческое событие. История свершилась, открытие моста. И вообще, что мы здесь собрались, это здорово, замечательно. Это самое значимое событие, наверное, в жизни каждого из нас. Итак, двойное открытие состоялось. И оно придаст новый импульс развитию знаменитой атамании, где пройдёт в нынешнем году только крупных мероприятий, целых 18. Фестивалей, выставок, гастрономических праздников. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова